МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер на канале Пермь на РБК новости. В ближайшие 10 минут актуальная деловая информация. Меня зовут Максим Самаров. В начале выпуска коротко о главном. Кадастровая палата по Пермскому краю начала предоставлять практически все виды сведений о недвижимости. Пермяки все чаще общаются с налоговой инспекцией через электронные средства связи. И в прошлом году в Пермском крае на 30% выросло число вновь зарегистрированных предприятий. С 1 января 2016 года кадастровая палата по Пермскому краю начала предоставлять практически все виды сведений о недвижимости из Единого государственного реестра прав. Ранее это делалось специалистами Росреестра. С начала года помимо имевшихся полномочий кадастровая палата наделяется полномочиями по предоставлению сведений, содержащихся в ЕГРП, на безвозмездной основе, на основании экстерриториальных запросов и запросов, принятых в МВЦ, а также в виде новых документов. К таким видам сведений относятся предоставление информации в отношении общедоступных сведений об объекте недвижимого имущества, о переходе прав на объект недвижимости, о правах отдельного лица на имевшийся у него объект недвижимого имущества, о признании правообладателя недееспособным или ограниченно дееспособным, справки о лицах, получавших сведения об объекте недвижимого имущества. В управлении Росреестра, ранее предоставлявшим эти сведения, так прокомментировали ситуацию. За регистрирующим органом остаются только полномочия, связанные с предоставлением копий из дел правоустанавливающих документов и выписка о содержании правоустанавливающего документа. Все остальные выписки из ИГРП и сведения из ИГРП будут предоставляться катастрофой палатой. Стоит обратить внимание, что при обращении за сведениями о недвижимости в кадастровую палату перечислять плату за предоставление сведения нужно на банковские реквизиты именно кадастровой палаты. При этом заявители по-прежнему могут выбирать способ подачи запроса и получения сведений из ИГРП путем личного обращения в многофункциональные центры либо в офисы кадастровой палаты, либо запросить сведения через портал Росреестра. Андрей Вылежнев, Андрей Соловьев, Пермин РБК. Пермяки все чаще общаются с налоговой инспекцией через электронные средства связи. Свыше 700 миллионов обращений к 40 онлайн-сервисам Федеральной налоговой службы зарегистрировано в 2015 году. Для сравнения, в 2014 эта цифра составила 650 миллионов обращений. Онлайн-сервисы позволяют налогоплательщикам получать большую часть услуг, а также необходимую информацию в электронном виде. Самым популярным интернет-сервисом налоговой службы в 2015 году остается сервис «Проверь себя» и «Контрагента». Зафиксировано более 300 миллионов обращений. Растет популярность и личного кабинета для физических лиц. Если и в начале 2015 года число пользователей было около 12 миллионов, то к концу года эта цифра приблизилась к 18. В налоговой инспекции напоминают, что граждане, имеющие задолженность по имущественным налогам, могут произвести оплату по ним не только через банковские учреждения и специализированные банковские терминалы самообслуживания, но и с помощью интернет-сервисов ФНС России, личный кабинет налогоплательщика для физических лиц «Заплати налоги» с 1 июля. Для удобства россиян существуют и другие сервисы. Формы 3НДФЛ, то есть это как на получение любых вычетов имущественных, социальных, так и на подачу сведений об уплате налогов, можно подать через личный кабинет налогоплательщика, который находится на официальном интернет-сайте. Можно зарегистрироваться в этом личном кабинете, причем для того, чтобы подать декларацию 3НДФЛ, не нужна усиленная квалифицированная подпись, достаточно просто неквалифицированной электронной подписи, чтобы отправить эту декларацию. И не нужно приходить в налоговую инспекцию, чтобы сдать документы. Этот сервис также позволяет отправлять сканированные образы документа на получение всех имущественных вычетов и имущественных социальных вычетов. К декларации достаточно приложить сканированные образы и отправить в электронном виде. Ведомствы отметили, что сумма платежей по оплате налогов и сбора физических лиц через сайт налог.ру за 2015 год превысила отметку в 3 миллиарда рублей. Андрей Вылежнев, Георгий Тимофеев, ПЕРНРБК. Коллапса с продажами алкогольной продукции в начале года, которого опасались участники рынка в связи с началом работы с ЕГАИС, удалось избежать. Правительство, как и обещало, предоставило розницы и заведениям общепита переходный период до 20 апреля. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, устанавливающее переходный период по учету сведений о приобретенном алкоголе в единой государственной автоматизированной информационной системе для операторов розничной торговли, а также баров и заведения общепита. Информация о продукции, которая будет приобретаться ими в период с 1 января по 31 марта 2016 года, может вноситься в систему до 20 апреля. Напомним, согласно поправкам к закону о госрегулировании производства и оборота алкогольной продукции, с 1 января фиксировать продажу алкоголя в ЕГАИС должны оптовые продавцы алкоголя, а с 1 июля 2016 года аналогичные требования распространяются и на розничных операторов. Последние при этом должны уже с 1 января заносить систему сведений о приобретенном алкоголе. Итоги финансового года в регионе подвели эксперты экономического факультета Пермского государственного научно-исследовательского университета. Согласно их данным, в крае в два раза уменьшилось число выданных кредитов. При этом долговая нагрузка населения растет. Побит антирекорд 2009 года. За 10 месяцев 2015 года банки выдали жителям Пермского края в два раза меньше кредитов, чем за аналогичный период прошлого. Долговая нагрузка на каждого экономически активного жителя Пермского края выросла почти в три раза. Негативный макроэкономический фон привел к двум важнейшим последствиям для банковской системы. С одной стороны, финансовые учреждения ужесточили свою кредитную политику. С другой стороны, население, опасаясь безработицы и снижения доходов, стало более взвешенно подходить к принятию решений относительно взятия новых кредитов. Эксперты, тем не менее, фиксируют, что доля просроченных задолженностей по кредитам физических лиц в Пермском крае уже составляет почти 9%, что является худшим показателем за последние пять лет. Этому есть как субъективные, так и объективные причины, в том числе и поведение самих заемщиков. Наличие просрочки, скажем так, то есть это один месяц не так страшно, два месяца, три месяца, это уже идут действительно непосильные проценты, непосильные штрафы от банков и так далее. То есть, если далее начать платить, многие люди поступают каким образом? Они, в принципе, три месяца не заплатив, они на четвертый месяц начинают просто дальше платить ту сумму, которую они до этого платили. Но, к сожалению, эти суммы, они просто уходят в счет погашения процентов. Основная часть долга, она просто не гасится. По мнению экспертов, в 2016 году вряд ли стоит ждать изменения тенденции. В связи с нестабильной экономической обстановкой клиентам банков специалисты рекомендуют минимизировать долговую нагрузку, диверсифицировать источники заимствования, избегать рискованных форм кредитования, своевременно реструктуризировать задолженность. Отметим, что в феврале пройдет второй Пермский конгресс ученых-экономистов, на котором представители власти науки и бизнеса обсудят итоги года и прогнозы на перспективу развития финансового рынка в регионе. Андрей Вылежнев, Денис Пальчишков, Пермин РБК. В прошлом году в Пермском крае на 30% выросло число вновь зарегистрированных предприятий. Такие данные приводит региональная налоговая служба. За 11 месяцев 2015 года в Пермском крае было зарегистрировано 11 869 юридических лиц, а прекратили свою деятельность более 4 тысяч. И это на 50% меньше, чем в 2014. Лишь на 2% по сравнению, опять же, с 2014 годом выросло число индивидуальных предпринимателей. На начало прошлого года в Прикамье было зарегистрировано более 130 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. На 1 ноября 2015 года в регионе насчитывалось уже более 150 тысяч организаций и индивидуальных предпринимателей. Большинство организаций находятся в Перми, а индивидуальные предприниматели в равных долях зарегистрированы в краевой столице и за ее пределами. Предприниматели сегодня заинтересованы в том, чтобы инвестиционный климат в регионе для них был максимально благоприятный. Самые результативные примеры взаимодействия муниципальных властей и бизнеса были собраны Агентством стратегических инициатив в Единый Атлас. Агентство стратегических инициатив разработало Атлас лучших муниципальных практик. Его можно прямо читать и внедрять. То есть это такое руководство к действию для глав муниципалитетов, для заместителей, которые занимаются развитием экономики. Здесь не нужно даже выдумывать велосипед. По большому счету эти механизмы апробированы, они работают. Они повышают и уровень вовлеченности населения в предпринимательскую деятельность у себя в территории. По доле занятых в малом и среднем бизнесе Прикамье входит в десятку регионов-лидеров в стране. По обороту продукции предпринимателей в расчете на 100 тысяч населения регион занимает седьмую позицию в России. Госдума планирует строже наказывать нелегальные такси. Подготовленный новый закон предлагает резкое увеличение штрафов для автоперевозчиков, работающих без лицензии. В Государственной Думе планируют в феврале-марте принять законопроект о шестикратном повышении штрафов по отношению к таксистам без лицензии. Наказание для работающих на законных основаниях перевозчиков, напротив, будет снижено. Сейчас нелегальные такси рискуют пятью тысячами рублями в случае нарушений, если их поймают. А легальные такси, которые легче выявить, так как их видно по опознавательным знакам, могут оштрафовать на сумму от 30 до 50 тысяч рублей. После принятия закона незарегистрированные перевозчики будут рисковать штрафом в 30 тысяч рублей в случае первого нарушения закона и лишения прав при повторном задержании. Отметим, что число нелегалов увеличилось с появлением Яндекс.Такси. К сервису может подключиться любой желающий, и лицензию при этом никто не спрашивает. Между тем, стать легальным таксистом скоро станет проще. Для этого нужно будет купить патент, и его стоимость составит около 15 тысяч рублей. Благодаря патентам интернет-приложения и агрегаторы будут работать с легальными таксистами. Пермский, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пермском крае, подобные инициативы оценивает, как важные для облегчения существования малого бизнеса. Очень ждут принятия на федеральном уровне законодательства о введении патентов для самозанятых. И на самом деле это очень большой блок людей, социально активных, способных работать. Предполагается, что по ряду видов они будут перечислены в деятельности предпринимательской. Может быть, даже не нужно будет регистрировать себя в качестве индивидуального предпринимателя, а просто выкупить патент и заниматься этой деятельностью. Напомним, что, по мнению экспертов, бюджет региона ежегодно недополучает порядка 150 миллионов рублей от пассажироперевозок. Из них около 50 миллионов не попадают в бюджет города из-за того, что более половины таксомоторов работают нелегально. Андрей Вылежнев, Георгий Тимофеев, Пельм НРБК. В новогодние праздники почти 200 тысяч пермяков посетили ледовый городок Пермь-Великая. 9 января повышенный интерес к городку привел к образованию пробок в центре города. С 12 часов 31 декабря и до 4 часов 1 января в городке Пермь-Великое побывали почти 66 тысяч посетителей. Из них 20 тысяч человек пришли на Эспланаду именно в новогоднюю ночь. Пик посещаемости пришелся на 9 января, когда за один день в ледовом городке побывали 45 тысяч человек. В этот день желающим посетить Пермь-Великую приходилось парковать личные автомобили в два ряда на улице Ленина и Петропавловской. А в субботу вечером у Эспланады образовалась большая пробка. В прошлом году только в новогодние праздники ледовый городок Букваград посетили более 600 тысяч человек. Напомним, в этом году ледовый городок посвящен истории и символам Прикамьи, а на его строительство было потрачено около 30 миллионов рублей. И это была вся информация выпуска. С вами был Максим Самаров. Оставайтесь на РБК. Всего вам доброго и до скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин